Русь будет представлена на международном телевизионном конкурсе детской авторской песни «Наше поколение», которая пройдет в Казани. Да, этим утром у нас в студии представитель нашей страны на этом конкурсе Стасия Корсак. Стасия, доброе утро! Она, как всегда, яркая, позитивная, заряжающая эмоциями в этот утренний час. Доброе утро! Ну и сразу мы к нашим баранам скажем так. Сколько стран примет участие в конкурсе? В прошлом году в конкурсе приняло участие 13 стран. В этом же до сих пор идет национальный отбор. Россия тоже определяется со своим представителем на этот конкурс. И так что мы ждем, сколько же стран будет участвовать в этом году. То есть пока ты своих конкурентов не знаешь, и какие песни они будут исполнять, тоже не знаешь? Да, пока что это все еще тайна. Ну так, а сегодня мы сейчас представим, и они будут видеть, с какой песней ты будешь исполнять. Потому что мы уже определились, и мы идем уверенно, с победой! То есть не будем останавливать съемки, продолжаем дальше интервью, да? Конечно! Все, все, никакой тайны нету, пусть готовятся. Ну, я так понимаю, что все равно от каждой страны по одному участнику, правильно? Да. То есть это 13 участников, 13 стран. Специально для конкурса ты написала песню с интересным и знакомым, самое главное, всем нам, троим названием. Пудра. Да, не удивляйтесь, я тоже знаю это название. Для тебя процесс был написания песни длительный, и как вообще пришло вдохновение. От чего отталкивалась, я бы спросил? Так как это конкурс детской авторской песни, автором песни должен являться сам представитель страны. Действительно написала сама песню, но не и без помощи обошлось. С песней мне помог мой старший брат, Вадим Лупин, под псевдонимом DJ Inner. Он довольно-таки известный хаус и диско-диджей, продюсер и промоутер. То есть он именно с музыкой, а не со словами помог, правильно? Да. То есть пудра это ваши слова были? Да. Он больше помог с аранжировкой, оформлением самой песни. Так вот что вдохновило? Вот пудра, да? А почему не помада? Это пудра, как взрыв эмоций, взрыв... Когда она падает на пол и пшшш, вот это вот, да? Нет, это скорее взрыв вдохновения. И я постаралась передать это вдохновение, эмоции в этой песне. В песне есть строчки «Пока мы молоды, наши сердца светят дальних маяков». То есть пока мы молоды, экспериментируйте, вдохновляйтесь и делайте то, что вы любите. И будьте легкими, как пудру. Ты спросил, пудра, она же такая эфемерная, она легкая. В ней нет напряжения, Дима. Потрясающе. Если нужно продвигать песню, вы знаете, к кому обращаться. Хорошо, а были ли какие-нибудь трудности во время съемок? Клип мы сегодня презентуем, мы с Димой тоже увидим его впервые, мы его не видели. Специально. Вот именно как шли съемки клипа? Съемки клипа проходили быстро, в считанные часы. Единственная проблема была успеть в сроки вложиться и снять клип до, получается, дня, когда нам нужно было его уже показывать. Хорошо, наш редактор посмотрел и говорит, что клип получился очень зажигательным, очень энергичным. А вот какой настрой команды, которая работала, хотела вложить в него, чтобы люди по ту сторону, что они почувствовали? Или, да, умиротворение, или наоборот, вот как сказали, дерзайте, и все у вас получится. Что? Скорее, дерзайте, и все у вас получится. Как я и сказала, будьте, всегда чувствуйте себя молодым, всегда будьте в боевом настрое, и всегда имейте хорошее настроение. Почти как наше утро, потому что мы каждый раз говорим, наше утро – это утро лучшего дня. Может, вчера было плохо, но сегодня все будет обязательно хорошо. Кажется, из вас получается не только хорошая певица, но и хороший мотиватор. Может, собирать целые залы и настраивать, да, настраивать на светлое будущее. Но и не может, вот ты говоришь, автор, мы-то, Клип, еще пока не видели с Татьяной, ждем вот эту вот интригу, разрешение. Не мог автор не заметить, что он энергичный, потому что Стасия сама всегда энергична. Она и во время интервью, и во время выступления на сцене нам довелось видеть тебя. Это всегда такое прям вау. Стасия, тем не менее, у тебя уже есть победа, награды на международных республиканских конкурсах, в том числе серебро международного конкурса Сан-Рема. Как ты настроена в этот раз? По-боевому. Я так понимаю, что с тобой работают твои педагоги, потому что это очень важно. Ты постоянно говоришь, я настроена, ну даже не на победу, но уверена. Это очень важно, будь уверенной. Я настроена, достойно представить свою страну на таком важном конкурсе, как наше поколение. И действительно показать, что ваше поколение, на которое часто там говорят, что вот в наше время, да они сейчас другие, я не про тебя, на самом деле достойное, креативное, молодое, яркое. Но все-таки я хочу узнать, вот откуда это такой, знаешь, уверенный настроение, потому что, ну, бывают люди по-разному, да, кто-то скромничает, кто-то как-то, я не знаю, то ли специально, то ли не специально это делает. Ты только всегда, знаешь, прямо тут. Откуда это? Это сама, это семья, это педагоги, может, у тебя есть личные коучи, которые с тобой работают, мантры, которые ты повторяешь каждый день. Откуда это пошло? Ну, вообще, я всегда настраиваю себя о том, что нужно идти только вперед и никогда в себе не сомневаться. Но мне, конечно, помогает мой продюсерский центр. Каждый день у нас идут репетиции, подготовки, балет, вокал, психологи морально настроятся. Да, это важно. Это одно из самых важных, если морально не быть настроенным, в принципе-то ничего может не получиться. Абсолютно правильно построена работа, потому что часто слушаешь у молодых начинающих артистов, и тебе говорят, ой, я не ожидала, ой, я не ожидала. Если ты не ожидала, да, зачем шла тогда выступать? Если ты работала, как бы, к выступлению, ты же готовилась, а если ты готовилась, ты уже хотела иметь какой-то результат, значит, не надо обманывать, что ты не ожидала. Все, кто идет выступать на конкурсе, хотят победить. Видишь, у нас тоже работают психологи, тренеры, педагоги, вот так что все хорошо. Спасибо тебе большое, что нашла время, что пришла к нам, что озарила нашу студию осеннюю. Ну и, конечно, желаем тебе удачи и победы достойно представить страну. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!